Дай почитать. Косточкин приводит домой собаку, которую подобрал на канализационном люке. Но папа Косточкин считает, что это не собака. У нее где морда? У нее даже приличных ушей нет. Где у нее хвост? Короче, бабака какая-то. Но бабака картавым басом, а она жила у логопеда, потом работала в разведке, отвечает ей негде жить. Так бабака Степановна Косточкина остается жить в дружной семье Косточкиных. О чем эта книга? Да просто ни о чем. Веселенькая трескотня о разной, ничего не значащей ерунде, но местами уморительно. Раздражает обложка. И по твердости, и потому, что везде реклама этой самой книги. Просто ужас какой-то. Неужели мнение далеко не всем известных детских писателей, типа Сергея Мохотина или Валерия Роншина, повторенные неоднократно, убедят читателей эту книгу купить и прочитать? Сомневаюсь. Но детям нравятся эти веселые истории. А когда же от души не посмеяться? Только в детстве. В книге ситуация абсурда полная. Имена и фамилии просто на мгновение лишают дара речи. Например, Нелли Колготкова, Виртуозов, Христоради, учительница по русскому и литературе Гульсара Сейдаха Медовна из Выдумляндии и тому подобное. Язык желает лучшего. Но, дорогие слушатели, мы-то хотели с вами просто посмеяться. Беззаботно, как дети. Вспомните, часто ли вы именно так смеетесь? От бабаки Косточкиной ожидать многого не приходится. Живой слуг, смешные ситуации, милые шутки. Незатейливо, но приятно читабельно. А главная героиня бабака обаятельная, очаровательная, уморительная, остроумная, находчивая, искрометная. Действие происходит в Барнауле, и это окрашивает повесть в местный инколорит. Бабака чем-то напоминает Фаину Раневскую. Так по-менторски и в то же время забавно звучат ее шутки. Да и вообще книжка вся нашпигована смешными историями и ситуациями. Дворник дядя Степа меланхолично гонял опавшие листья туда-сюда по асфальту. Он думал одну ему ведомую думу, и эта дума облагораживала его библейские черты. Или бабака росла в семье логопеда. У нее был неправильный прикус, а логопед исправил и научил ее разговаривать. Схожу в интернет, думаю я. Одна голова хорошо, а миллиард лучше. Дорогие слушатели, про бабаку Косточкину Анна Никольская написала уже три книги. Читаем и смеемся еще больше. До новых встреч.